Вот скажите честно, вы ждали видосика про то, кем стартовать на новых серверах? Вот как бы он и приехал. Я ознакомился с работами коллег, разборы их контента можно посмотреть на вспомогательном канале по ссылке в описании, и давайте сегодня в этом уже видосике поставим цель максимально технически обоснованно разъяснить, кем стоит стартовать, чтобы было профитно. Просчитать, насколько будут забиты локации, или какой конкретно стиль игры подойдет именно вам трудно, поэтому я не могу четко распределить по местам сегодняшних персонажей. Одни легче реализовываются, но не имеют огромного потенциала, с другими нужно будет попотеть, но и результат будет куда интереснее. Вообще самое главное, это играть на том, кто вам нравится, так как вдохновляющий вас персонаж всегда будет радовать больше всего. Короче, сегодня у нас расклад такой. Кого взять, чтобы играть руками и вырываться вперед? Кто будет отлично чувствовать себя на полном ФК-каче? Кто является хорошим гибридом между этими решениями? Кто будет актуальнее в работяжном ПВП? Кого лучше брать для резкого старта, а кто обладает более дальними перспективами? Объединяет всех персонажей, их не обязательно большой донат. Можете начинать вообще без вложений, можете кинуть 800 рублей в стартовые наборы. Как бы там ни было, персонаж все равно будет актуален. А главное, я не перестану вас после этого любить. Ну и в самом начале раскрою небольшую хитрость. Для всех, кто зарегистрировался по ссылке в описании, будет коробка с ресурсами, откуда можно целый месяц вытаскивать нужную расходку. Акция временная, и если сделать аккаунт прямо сейчас, то гарантированно на новых серверах она окажется в инвентаре первого созданного на аккаунте персонажа. Поэтому прямо сейчас зарегали и отложили. Аккаунт с бонусами у вас уже будет подготовлен. Первый самый избитый класс на сегодня, это конечно СБ. Отличные показатели ПВЕ потенциала даже без шмота, огромный потенциал ДПСа за счет встроенной трансформы, бесконечная манна и возможность сближаться с мобами, чтобы меньше бегать и больше фармить. СБ в этом обновлении обзаведется реворком, обзор можно посмотреть, кстати, на канале тоже уже выложен. И кроме отличного старта, также и обзаведется возможностью круто вырываться в лейтгейм. В общем, легчайше врываемся на СБ и мало того, что у нас все хорошо на старте, так у нас будет еще и супер безоблачное будущее. Из минусов класса могу назвать разве что факт того, что на первых этапах СБ скорее всего будет миликом, а это не позволит нам так же качаться, как рейнджевикам. Также у СБ зависимость от трансформы в ПВП. Если вы сможете отбегать против СБ вот эту вот минуту, которую она находится в трансформе, то дальше вам будет довольно-таки легко справиться с этим классом. Ну и также у СБ малый запас выносливости, что не позволит сильно разгуляться, особенно в массовых замесах. Немного менее избитый класс это ШЕ. Я добавлю на это место также и ЕЕ, потому что они довольно похожи уже сейчас, а после обновления отличий станет еще меньше. Насчет маны не придется особо думать, так как дойдя до третьей профы и минимально проучив скиллы, это буквально дело первых пары суток, вы скорее всего забудете про эту проблему. ШЕ лучше накладывает дебафы, ЕЕ лучше их снимает. ШЕ имеет встроенный вампирик, ЕЕ может похвастаться лучшей устойчивостью к контролю. ШЕ легче реализовать за счет простоты, но на ЕЕ легче взять геройство, допустим, за счет малой популярности. Оба персонажа отлично убивают мобов в таргетном режиме по одному. Ни один другой магический класс таким уроном в одну цель похвастаться не сможет. Разве что разогнанный обновленный СБ, но это не точно. К минусам я бы отнес общую ограниченность магического урона за счет невысокого потолка критов, но вы вряд ли это когда-то почувствуете, а также отсутствие АОЕ потенциала, что не позволит вырываться вперед за счет ручной прокачки. Ручная прокачка это когда вы бегаете и собираете парики мобов, чтобы их фармить скиллами с уроном по площади. На следующее место я поставлю аж три класса, которые имеют одну общую особенность. Тут у нас расположились Тир, Крафт и БД. Плохая новость в том, что вам будет трудно на первых этапах наладить менеджмент Манны, и она скорее всего будет улетать довольно быстро. Хорошая новость в том, что вы и без Манны неплохо вносите дамаг автоатакой. У Крафта помощь механизма и сам Голем, у БД Денсы, у Тира Тотемы. Тир и Крафт обладают кроме прочего АОЕ потенциалом, БД таким похвастаться не может. Однако ДПС с руки у него самый вкусный, плюс есть встроенный вампирик. Если выбирать кого-то конкретного из них, то расклад такой. БД это чисто таргетная ПВЕ история, поставил на спот и забыл. Крафт примерно то же самое, но по настроению можно позаниматься фармом мобов группами. Массовая провокация порезана, но все же есть. Ну а Тир не может приманивать мобов, но может их по площади атаковать. Плюс обладает станом, скоростью и толщиной, которые дадут отличную возможность ПВП реализации. Не забывайте, что все персонажи милики, и вам придется все же как-то решать проблемы с манной в дальнейшем. Однако играются все равно очень неплохо. Теперь переключимся на лучников. Лично для меня они всегда занимают особое положение, а после недавнего обновления могут похвастаться хорошими перспективами на поздних этапах игры. Для нашего ролика, пожалуй, посоветую Хавка и Арбу, так как они очень схожи. С манной за счет встроенных умений проблем возникать будет мало, бегать от моба к мобу не нужно. Плюсуем сюда еще хорошую мобильность, и получаем неплохой вариант для старта. Главное различие я бы обозначил в том, что Арба для своего разгона в плане ПВП должна танцевать от темной трансформы, в то время как Хавк способен действовать почти в любое время. До урона Арбы в трансформе ему, конечно, не дотянуть, однако если замес будет затягиваться, быть Хавком становится все выгоднее и выгоднее. Сложности тут заключаются в том, что урон у этих классов разгоняется довольно медленно, запас выносливости ограничен, а потенциал массовых скиллов Арбы специфичен до такой степени, что раскачка вручную, а не в ФК режиме, если и актуально, то требует прям очень большой любви к этому классу. Далее коснемся класса Самонеров, а именно коня. Проблема маны тут решается призванным существом, которое также и бафает нас, кстати, повышая самые нужные статы. После недавнего реворка урон Самонера разгоняется очень даже бодро, и по показателю ДПС вы будете наравне с остальными магическими ДД, а то и выше, ведь слуга может отлично помогать своим уроном против толстых мобов или в ПВП. Также он забирает на себя часть входящего урона, что даст нам отличную возможность выживать там, где любой другой персонаж уже отвалился бы. Остальные Самонеры тоже имеют право на жизнь. Правда, на ФС вы вместо вкусного бафа коня получите возможность агрить цель вашей тенью, а кот вместо магического бафа дает физовский, что актуально для Самонеров, качающихся через автоатаку. В данный момент это может быть актуальным, разве что если вы достали прям очень мощную физовскую пушку. Поэтому выбираем коня и не паримся, разве что ребафце придется кажд 20 минут, но, как отметила моя коллега Наташа, для этого отлично подойдет макросная мышь. Ну и закрывает наш сегодняшний топ элементальные маги, а именно ММ, Сорг и СХ. В принципе ребятки довольно способные, мана восстанавливается за счет хп, урон какой-никакой есть, бегать между мобами не нужно. После реворка завезли немало интересных скиллов, актуальных в пвп на мид бусте, среди которых есть прокачанный манна щит и приятные дебафы типа сна, который не снимается входящим уроном. Но главное преимущество класса, как по мне, это отличный потенциал урона по площади. Бегая и собирая парики ручками, вы быстро вырветесь к первым местам в рейтингах сервера, за счет разницы в уровнях сможете отлично реализовываться в пвп и фармить хорошие суммы адены, которые будут очень высоко цениться на старте сервера. А также не забывайте про то, что вы в числе первых будете приходить на высокоуровневые локации, где ваш фарм адены и опыта будет натурально улетать в космос. Сильной зависимости от буста на первых этапах игры у класса нет, а к моменту, когда на рынке начнет появляться адекватное снаряжение, вы будете готовы его забирать и вводить в эксплуатацию. Это был мой небольшой топ. Если ты хочешь посмотреть такой же разбор всех остальных проф, пиши обязательно об этом в комментариях. И ставь, кстати, лайк на видео, чтобы я знал, что тебе это интересно. Не забывай пользоваться лайфхаком с реферальной программой и делай себе аккаунт для старта прямо сейчас, чтобы к моменту запуска новых серверов гарантированно получить свои бонусы, которых при других обстоятельствах может там вполне себе и не быть. Увидимся в следующих роликах и всем пока!